Валентина Александровна, на каких проблемах основных нашего региона сделал акцент губернатор на очередной встрече? Василий Кузьмич на встрече с руководителем муниципальных образований очень четко обозначил несколько проблем. Первая, наверное, такая очень важная, что власть и народ должны быть вместе, и власть не должна прятаться и уходить от проблем народа. В частности, очень много вопросов по водообеспечению, по области. Но я считаю, эта проблема касается и нашего города, и качества воды, и наличия воды, особенно в летний период. Поэтому, думаю, на следующий год мы себе тоже ставим задачу продолжения работ по улучшению качества воды. Ну и с большой болью и озабоченностью Василий Кузьмич обозначил проблему – это борьба с пьянством. К сожалению, проблема серьезная есть, когда и в деревнях, и в городах тоже самое спиваются целыми семьями. И люди просто не хотят ни работать, ничем не заниматься, а это гибнет население. Валентина Александровна, вот проблема алкоголизма в регионе стояла как-то особняком на этой встрече. Какая работа проводят сегодня в Кузнецке? Я, насколько мне известно, в Кузнецком районе есть такой опыт, даже пикет организовывают у домов шинкарей. Что делают в Кузнецке и что планируют делать? Ну, во-первых, у нас тоже есть определенная система профилактики этого пьянства, начиная с детского сада и заканчивая студенческой молодежью. Вот эти советы, я считаю, что это советы родителей, отцов, советы матерей, общественные студенческие отряды. Ну, как-то действительно надо посмотреть, это и пикетирование тоже, может быть, эта форма. Но, на мой взгляд, все-таки индивидуальная работа, индивидуальная работа и с семьей, и с детьми. И если мы, вот начиная с детского сада, вот эти навыки невосприятия этого пьянства, если даже навыки, ну, культурного проведения праздников, это будем учить, конечно, как-то... Но этот рост алкоголизма наверняка связан еще и с занятостью. Конечно, конечно. Ведь вот вы посмотрите, когда человек ничем не занят, ну что, залить свое горе, свою незанятость чем пьянством. Поэтому вот на этой встрече звучало очень много вопросов по организации дополнительных рабочих мест. И вот Столярова Елена Алексеевна, зампредитатель правительства, обозначила, как мы этот год прожили, что из федерального бюджета были выделены достаточно большие средства для создания рабочих мест. Да, эти по линии службы занятости выделяются из бюджета деньги, но как-то не очень охотно создаются новые кооперативы. Ну вот, к сожалению, так. Хотя вот в этом плане город как в положительном моменте отмечен, что были созданы и молодежные, и взрослые кооперативы. Но, к сожалению, многие кооперативы создают вот так, купи-продай. А вот чтобы организовать производство, хотя есть тоже уже ростки, и теплицы организуют, и какие-то отелье по шиву делают, и по ремонту. Это правильно, это хорошо. И вот те 58 тысяч, которые даются для организации, когда объединяется какой-то кооператив, то люди отвлекаются от пьянства, у них есть и занятость, это дополнительные рабочие места, и в конце концов поступление в городской бюджет. А вот на ваш взгляд, со стороны власти созданы в Кузнецке комфортные условия для бизнеса, или они оставляют желать пока лучше? На мой взгляд, что это должно создаваться значительно лучшее взаимодействие. Как-то в последнее время потеряны нормальные наработки, когда власть сотрудничает с бизнесом. Ведь главное, что бизнесу? Во-первых, не мешать. Во-вторых, создать условия, если человек собирается в аренду взять землю, взять помещение, чтобы месяцами не ходил, не оформлял. А вот о чем мы много говорим, мы пока не сделали. Как раз служба одного окна, чтобы человек пришел, все это оформил и давай работай. Вот чтобы его, ну и слышали, и власть слышала. Вот есть совет предпринимательства в городе, к сожалению, он работает не очень активно. И мы для себя тоже, вот участники этой встречи, был Алексей Иванович Дадонов вместе со мной, мы тоже наметили определенные меры на следующий год, как развивать и поддерживать малый и средний бизнес. Вот ведь надо отметить, что где-то 30% поступлений в городской бюджет – это от малого и среднего бизнеса. Поэтому нужно и создавать условия, и слышать его, и слушать представителей бизнеса, ну и сотрудничать с ними. Но, насколько я понимаю, все же работать еще есть. Есть очень много задач, которые прозвучали, они очень современные для нашего города. Это действительно и профилактика пьянства, это и создание дополнительных рабочих мест, и трудовая занятость населения, и привлечение молодежи в город, закрепление молодых специалистов. Об этом тоже Василий Кузьмич говорил, что если мы не будем работать с молодежью, то ничего хорошего у нас не будет. И производство развивать, кто будут молодые люди. И врачи, и учителя, они должны закрепляться в городе, они должны вносить свою лепту в развитие города. Я думаю, что есть над чем работать на следующий год.